Настоящие спортивные выходные объединили всех любителей активного отдыха и здорового образа жизни в Славянске-на-Кубани. Соревнования самых различных уровней сплотили трудолюбивых спортсменов, болельщиков и даже целые семьи. Здоровая Россия – сильная Россия. Под таким девизом в минувшие выходные в спорткомплексе «Лидер» состоялся районный фестиваль «Папа, мама, я – спортивная семья». Проходил он в зачет спартакиады между физкультурно-спортивными клубами по месту жительства. Наши корреспонденты пообщались со спортивными семьями и узнали, что их всех объединяет. В этот день в зале спорткомплекса «Лидер» собрались самые дружные и спортивные семьи Славянского района. Перед началом соревнований всех гостей и участников порадовали своим выступлением воспитанники детской школы искусств имени Григория Пономаренко. Семья Рева к соревнованиям подошли с юмором и решили выделиться своими костюмами. Как призналась мама Ксения Рева, такая идея им пришла за пять минут до выхода из дома. Участие в этих соревнованиях для семьи – прекрасный повод хорошо провести время. Мы приехали отдохнуть. Мы не приехали завоевывать какие-то призы или выигрывать у кого-то. Мы приехали провести вчетвером дружное время. Если что-нибудь выиграем, мы будем не против. Абсолютно. А вот семья Заика участвует в этих соревнованиях уже в третий раз и почти всегда занимают первые места. Весь секрет их успеха в том, что они дружные и верят только в победу. Этот день для них как настоящий праздник. Объединение семьи очень хорошо сплачивает. Какое-то общее дело. И праздник тоже. В районном фестивале «Папа, мама, я» приняло участие 21 семья. Соревновались новоиспеченные спортсмены по трём видам спорта – настольный теннис, комбинированные эстафета и дартс. Команды уже приехали подготовлены. Конкурсы газет. Команды готовились. Видно, что очень сильно волнуются. Очень приятная обстановка в зале. Все в позитиве, в радости. Я считаю, что на зависть тем, кто не доехал к нам, те, кто не приехал. Я считаю, что соревнования пройдут на хорошем уровне. Абсолютно все семьи можно назвать победителями только потому, что они поучаствовали в таком спортивном и семейном соревновании. Но всё же после подсчёта баллов были выявлены лидеры. В общекомандном зачёте победила семья из Южного городского округа. Такие мероприятия проходят ежегодно. И они не только пропагандируют здоровый образ жизни, но и призывают семьи быть дружнее и сплочённее. Тина Копачевская, Александр Косицын, Константин Монастыренко. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова